Международные отношения или международный бизнес, как носитель языка. Здравствуйте, меня зовут Вишнякова Вера Владимировна. Я являюсь заместителем академического руководителя и курирую весь блок обучения восточным языкам на программе двух дипломов «Экономика и политика в Азии». У нас широкий выбор восточных языков. Китайский, корейский, японский, вьетнамский, индонезийский и малайский. Все знают, что изучение восточных языков – это тяжелый труд, который требует много сил и времени. Однако нашими специалистами разработана уникальная методика преподавания восточных языков, которая облегчает процесс обучения, погружая студентов в языковую среду. Происходит это за счет того, что все основное внимание сосредоточено на коммуникативном аспекте. Мы учим говорить и реагировать согласно ситуации, как носители языка. Наша цель – научить студентов говорить на языке. Легко вступать в коммуникацию и решать задачи умелым применением не только лингвистических, но и экстралингвистических знаний. Мы учим думать, как носители языка, понимать культуру и менталитет страны через язык. Наш курс состоит из трех уровней – базовый, продвинутый и профессиональный. Студенты, успешно окончившие программу, будут владеть восточным языком на уровне С1. Базовый уровень реализуется в течение первых двух лет в стенах нашего университета. Преподаватели обучают студентов, используя собственные разработки и методические комплексы, предоставленные вузами-партнерами. С первого дня занятий со студентами работает носитель языка, который ставит произношение и оттачивает навыки устной речи. Продвинутый уровень реализуется в ведущих языковых центрах стран изучаемых языков. Студенты в Китае, Японии, Республике Корея, Малайзии, Индонезии или Вьетнаме в течение первого семестра третьего года обучения проходят интенсивный курс восточного языка. Этот курс состоит из двух этапов по 10 недель. И, наконец, профессиональный уровень, рассчитанный на обучение студентов к переводу по выбранной ими специализации – международный бизнес или международные отношения. На этом этапе студенты оттачивают навыки устного и письменного перевода, учатся писать аннотации на основе прочитанных текстов. Программа обучения восточным языкам синхронизирована с теоретическим блоком и соответствует общей цели подготовки студентов по специализации. Свободный выбор восточного языка при поступлении, малоязыковые группы от 7 до 10 человек и самое большое количество аудиторных часов. Программа двух дипломов «Экономика и политика в Азии» – это уникальная возможность совместить стремление знать восточный язык на высоком профессиональном уровне с получением востребованной в современном мире специальности. Продолжение следует...